Добрый вечер! Добрый вечер! Фёдор, большое спасибо вам за ваше время. Всё-таки у вас уже довольно поздно, а у нас ещё день. Поэтому ваше мнение нам очень и очень важно. Фёдор! Я недавно ушла и поняла. Давайте говорите. Да. Помните, был такой замечательный фильм Эльдара Рязанова «Гараж», где герой Андрея Мягкова, потеряв голос, ходит с плакатом «Я вам покажу». И, значит, этого кооператива, люди вот в этом гаражном кооперативе не сильно обращают внимания на этот плакат. Как вам кажется, вот Владимир Путин тоже ходил вот с таким вот плакатом, и Европа, и Америка не сильно-то обращали внимания на этого конкретного пацана, а тот выполнил своё обещание. Как вы думаете? Ну, это правильная постановка вопроса. Я просто хотел сказать, что я не так давно был как раз в Соединённых Штатах. К сожалению, не в вашем городе, а в Вашингтоне и в Нью-Йорке, и поэтому разница во времени, она мне понятна. Вообще, я нахожусь в Вильнюсе, если кто не знает. Поэтому здесь у меня время как в Москве. Что касается вашего вопроса непосредственно, то, в общем, это правильная постановка вопроса, потому что меня очень сильно удивляет, когда люди и в Америке, и в Европе интеллектуалы делают вид, что Путин резко испортился 24 февраля, а до этого вроде как был нормальным парнем, и надо же, какой сюрприз, раз я напала на Украину. Никогда такого не было, и вот вдруг случилось. Это, конечно, приводит к очень многим странным реакциям. Недавно есть такой чудесный, американском, французский, он писатель Джонатан Литтео, который написал обращение и написал, интересно, потрясший мне фразу, «Россияне, очнитесь, ведь сейчас Путин разгромит Украину и возьмётся за вас». Это звучит потрясающе, потому что на самом-то деле всё наоборот. Путин сначала на глазах всего мира разгромил Россию, зачистил и уничтожил в ней вообще всё, что можно, свободу слова, гемократию, права человека. Всё уничтожил и растоптал. И только потом, конечно, как подобает диктатурам, занялся внешней агрессией. То, что вот ему всё это прощали, все эти его выходки, все эти его абсолютно фашистские речи, которые он произносил вообще года с 2008-го примерно, начиная, когда он там в Мюнхене выступал, почему-то на это никто не реагировал, все считали, что это очевидно какой-то такой старинный народный обычай. Ну вот, пожалуйста, в итоге, да, вот он перестал ходить с флокатиком, и с 2014-го года, даже с 2008-го года, когда на Грузе было нападение, занялся, в общем-то, внешней агрессией. Но даже после 2014-го года, 8 лет, все, в том числе и руководство Соединённых Штатов Америки, руководство Европейского, руководство НАТО, упорно делали вид, что это просто какие-то мелкие чудачества, и оккупация Крыма – это просто, ну, такая какая-то дело, касающееся России и Украины, и вообще никому особенно неинтересно. Фёдор, была такая фраза, сейчас часто говорят, «Две недели назад Жириновский умер, но тело его живёт», а три дня назад стали говорить, «Жириновский умер, но дело его живёт». Как вы вообще относитесь к тому, что ушёл из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский, и вообще его политическая судьба, и её влияние на жизнь последних 30 лет в России? Ну, я не думаю, что это на самом деле очень большое было влияние, потому что Жириновский был гораздо влиятельнее при Ельцине в какие-то ранние путинские времена, потому что он очень хорошо умел продавать себя, свою партию, свой популизм покупателям из Кремля, которые при Ельцине и при раннем Путине очень нуждались в поддержке других каких-то сил в парламенте. После того, как Путин превратил парламент в не место для дискуссии, ценность Жириновского как союзника власти резко упала. По сути, просто от него не могли избавиться или жалели его, так сказать, как такого, в общем-то, заслуженного клоуна. Поэтому терпели его выходки, и, в общем, он выполнял свою часть работы, абсорбировал этот чудаковатый электорат, которому нравилась такая странная манера поведения, и этим был хорош. Он, конечно, не имел никакого влияния на какую политику, ничего он заранее не знал, вот и все знаменитые сказки, что он там что-то предсказал про войну с Украиной. К тому времени уже подготовка к войне шла на всю катушку, и, в общем, не надо быть каким-то гениальным пророком, чтобы в присущем манере человека, который каждый день обещал войну, конец света и все что угодно, пообещать это еще раз и случайно попасть пальцем не в небо, а в цель. Это как известный профессор Соловей, к которому можно по-разному относиться, но если ты каждый день делаешь 15 пророчеств, то вообще рано или поздно одно из них когда-нибудь сбудется, и все скажут, боже мой, он же это предсказывал. Понимаете? То есть есть такая работа, просто каждый день с утра до вечера что-нибудь предсказывать. В этом ничего плохого нет, я вполне, так сказать, и сам отчасти этим грешу, наверное, но вот что касается Жириновского, он, конечно, ничего не предсказал, и это, конечно, очень мерзкий и противный был персонаж в российской политике, потому что, к сожалению, он озвучивал и популяризировал, и, скажем так, делал разрешенными, дозволенными в публичном, вообще вот в этом, как сказать, в личном поле, то, что не должно было там появляться, ксенофобию, угрозу войны, вот эту вот скверную риторику, саму эту манеру вообще ороб какого-то, да, но то, что в 90-е годы было его какой-то фишкой, его отличием от других, к сожалению, он этим как бы заразил всю политику российскую, и, в общем, теперь последние свои годы, когда он уже был довольно пожилым и не очень здоровым, уже не мог так, так сказать, прыгать по столам и истерить, как в молодости, он действительно выглядел вполне органично на фоне вот этих всей молодой поросли, которая, в общем, так же вопила, кричала, поливалась, но теперь уже не соком, а дерьмом, как мы знаем, да, там был такой случай, когда в российском телевидении поливали кого-то фекалиями, да, то есть Жириновский породил вот этот вот весь, так сказать, выпустил весь этот ад на политическую сцену, и, в общем, умер, в этом есть какая-то, конечно, усмешка судьбы, что он там еще, может быть, менее вам известный персонаж самоубился за некоторое время, был такой Егор Просвирнин, тоже националист был такой специфический, он тоже выбросил из окна от отчаяния и бессмысленности жизни за несколько недель до этого безумия, и сейчас бы он, конечно, я думаю, хрюк лопил очень громко, как, в общем-то, и покойный Вадим Рубольфович, который, очевидно, сейчас бы просто там метался по всем телеканалам, прославлял эту войну, ну, видите, я не верующий человек, но, очевидно, вселенная так распорядилась, что два этих человека, которые жаждали эту войну, они до нее не дожили, как, кстати, там и Эдуард Лимонов, который, может, гораздо был более талантливый писатель, как, в общем, галитератор, тем не менее, его тоже занесло вот в этот милитаризм на старости лет, ну, и он не дожил до бомбежки его, в общем, родных мест и до похода туда российского армии. И в этом есть какая-то злая ирония, и, может быть, и хорошо, что они не дожили, мы не увидели их восторженных воплей по этому поводу. Но, в целом, я хочу сказать, что, конечно, никаких у меня не было абсолютно ни жалости к Жилинусу, хотя я с ним лично встречался, и даже в молодости был такой момент, когда я был членом ЛДПР, потому что я был очень молодым, глупым, и, в общем, приехал из Казахстана, мы с ним земляки, что-то у меня такое, были какие-то сантименты, но потом я поумел очень быстро все это для меня закончить. Но я его видел вблизи, и видел, что это чудовищный циничный человек, очень расчетливый, конечно. Это, конечно, в этом есть какая-то глубокая цинизм, человек знал всю жизнь, что он, конечно, никакой не Жириновский, он знал прекрасно, что его отец еврей, живет в Израиле, он потом повывал на его могиле, и честно всем сказал, наконец-то, то, что все и так, в общем-то, знали. То есть, и прекрасно, будь евреем, это замечательно, быть евреем, я знаю, и очень глубоко, и уважительно отношусь к евреям, просто человек большую часть своей жизни изображал из себя русского патриота, и, значит, бил себя пяткой в грудь, а потом, честно, сказал, что на самом деле он, вот, папа у него еврей, похоронен в Израиле. Тем не менее, отпевали его все равно по православному обряду, у него там какой-то был кавардак с личной жизнью непонятной, и, в общем, от него осталось, прямо сказать, довольно дурной запах после его смерти, и очень дурное воспоминание. Жил, как говорится, грешно и помер, смешно, поэтому я не думаю, что кто-то о нем будет сильно вспоминать. Я, кстати, последнее, что скажу, что, очевидно, его долгая смерть, она связана была с тем, что Путин, скорее всего, не хотел хоронить его, вообще позировать на фоне гроба и вообще участвовать в похоронах, потому что Путин – это человек, который вообще пиарится только на добре, на хорошем ученоме. То есть ты его никогда не увидишь там после землетрясения, наводнения, когда что-нибудь случилось, он только в молодости приехал после Курска, значит, к этим счастливым женщинам, и то и обозвал их проституткой. Не надо, чтобы все было хорошо, благообразно, победно. Поэтому, очевидно, смерть видного государственного деятеля, а в Путинской России, к сожалению, Жириновский оказался столбом политики, требовал присутствия Путина, очевидно, Путин был поглощен войной и думал, что мы сейчас быстренько с Украиной разберемся, ну и там где-нибудь вот уже на фоне победы похороны Жириновского не будут выглядеть так ужасно. Он реально, похоже, думал, что это все кончится в несколько дней. Война затянулась, стало понятно, что бесконечно держать мертвого Жириновского в морге нельзя, он очевидно, может, подтекать начало, или что-то с ним стало происходить. И, в общем, очевидно, Путину выговорили, что надо все-таки уже закапывать, так сказать, стюардессу. И, в общем, вот они устроили все вот это вот. Поэтому на этом, я думаю, обзор, так сказать, жизни и нелепой смерти Вадима Вольфовича Жириновского можно закончить. Федор, говоря о Владимире Путине, нельзя не употреблять такую уголовную бандитскую лексику. А если говорить о его окружении, мы все видели, я думаю, весь мир видел заседание Совета Безопасности, где они, значит, признавались верно подночестве, верности своему хозяину. Это выглядело очень некрасиво, нелепо взрослые мужчины наделали в штаны. А как вы думаете, кто в его окружении, на ваш взгляд, на сегодняшний день играет вторую, третью, четвертую скрипки? Я думаю, что никто не знает, кто в его окружении играет какую роль сейчас. И мы все это узнаем только, когда все закончится, из мемуаров. Я на этот вопрос часто приходится отвечать. И у меня такая, знаете, есть по этому поводу готовый ответ. Это не то, чтобы какие-то прямые параллели. Но, например, вот сейчас, допустим, когда мы говорим о Гитлере о последних днях, мы знаем, что, допустим, был очень влиятельный человек Борман. Мы знаем, что Геринг был клоуном и наркоманом, и, в общем, не имел никакого веса. Мы там, в общем, можем восстановить, кто реально был хож. Там у него какой-то доктор был, который лечил его там какими-то таблетками. А у него была самая главная любовница многолетняя, Ева Браун. Но если бы мы спросили у какого-нибудь жителя Германии, или какого-то, может, наблюдателя со стороны в 45-м году или в 44-м, он бы нам назвал совсем другой расклад сил. Потому что, с точки зрения пропаганды, как все это подавалось, все было чинно-благородно. И какой жены-любовниц у Гитлера не было. Борман оказался всем каким-то мелким партийным чиновником. Геринг был официально вторым человеком в государстве. Все с него там заводы, пароходы назывались и так далее. То есть у людей было, скажем, неверное представление о том, кто вообще на ком стоит и как все это организовано. И только когда весь этот ужас закончился, в общем, по документам, по мемарам, восстановили, выяснилось, что на самом деле реальная система власти в Третьем Рейхе выглядели немножко не так, как, допустим, она рисовалась обывателю или внешненаблюдателю. Поэтому, может быть, вокруг Путина тоже сформировался какой-то внутренний двор, о котором мы ничего не знаем. Или мы, допустим, знаем этих людей, но не знаем, что у них сейчас очень большой вес. Ходят слухи про этого друга, его Ковальчука, который у него там какой-то наперстник. И, так сказать, там буквально постоянно с ним рядом находятся, и, очевидно, организуют какие-то нехитрые досуги или хитрые, или какой он там ему. Возможно, там есть какие-то ушевые, так сказать, спецслужбисты. Сам ли это глава ФСБ Бортников, а может, какой-то его зам, о котором мы мало что знаем. Может быть, Николай Платоныч Патрушев, а может быть, и не он. То есть я думаю, что, к сожалению, это тоже большая проблема, что когда Навальный призывал, и не только Навальный, ввести санкции против олигархов, как несколько лет назад, вот тогда можно было примерно известно, из кого состоит ближний круг Путина, потому что тогда Путин вел гораздо более публичный образ жизни. И вот если бы после Крыма в 2014 году по вот этому списку ввели санкции, вот тогда бы у Путина были большие проблемы, потому что все эти люди были к нему вхожи. И Фридман, и Дерипаска, они, возможно, могли к нему просто приехать, где он там живет, с бутылкой, я не знаю там чего, и сказать Владимир Владимирович, а как вообще жить-то будем, у нас тут все арестовали, давайте порешаем этот вопрос. То есть этот вот чаемый бунт олигархов, допустим, в 2014 году можно себе представить, а в 2022 году уже нет, потому что был ковид, когда Путин ушел в изоляцию, и, судя по всему, ему понравилась сама эта идея под благовидным предлогом просто перестать общаться вообще со всеми, избавиться от этого придворного суеты, уйти, так сказать, вот этот вот ментальный бункер, конечно, никто же не верит, что он прям реально сидит под землей, он где-то сидит в каком-то дворце, очевидно, может в Геленджике, может там где-то в Подмосковье, черт его знает где. Важно, что он сидит в изоляции от общества и общается с очень узким кругом людей. А если учесть, что чтобы с ним пообщаться, надо было сдать калу-мачу и две недели сидеть в изоляторе, можно себе представить, что желающих вот так с ним общаться, ну, скажем, не очень много, потому что даже если вы какой-нибудь правосный олигарх, то едва ли вы согласитесь две недели сидеть в изоляторе, что-то ля-ля-ля. А вот если вы генерал какой-нибудь, так вам все равно делать нечего, солдат, кажется, спит, служба идет. Вы с удовольствием две недели посидите, сходите на прием, отрапортуете, потом уедете, приедете снова две недели, посидите сном. Почему нет? Это ваша работа, в конце концов. И я думаю, что, и не только я, это довольно распространенная сейчас точка зрения, что вот за ковидное именно время изоляции вокруг Путина полностью обновился весь его круг общения, он сократился, он стал каким-то более одноблоким, то есть там явно нет каких-то разных позиций, это скорее всего какие-то очень решительно настроенные люди, очень настроенные милитаристские, реваншистские, это какие-то люди, разделяющие вот эти все его реваншистские, милитаристские, ну и скажем прямо фашистские подходы к управлению государством, то есть мы видим, что точно что они решались годами, сделано за несколько месяцев, да, там Эхо Москвы, Мемориал, Новая газета, да все что угодно, то есть все то, на что они не решались годами, оказалось, нужно просто взять и за несколько недель уничтожить и ничего за это уже не сделать, потому что все можно, да, поэтому я не знаю, кто там сейчас у него ближний круг, и гадать мне как бы не на чем особо, но в этом и заключается весь ужас ситуации, что мы абсолютно не представляем, кто там у него сидит на ушах, что это за люди, что им владеет, какие чувства, мысли, идеи, и вообще это далеко не готово в своем вот этом бреде как бы зайти. Федор, на прошлой неделе было достаточно интересное интервью Леонида Невзлина, журналисту Юлии Латынина. Если вы смотрели, то было бы интересно ваше мнение по поводу этого интервью. Я не смотрел, к сожалению, очень много материалов выходит. Если вы хоть тезис скажете, который вас заинтересовал, я вам скажу. В частности, вчера, например, прошла информация о домашнем аресте Владислава Суркова. Что вы думаете по этому поводу? Правда, правда, надо сказать, новость не подтверждается, может быть, ее не хотят подтверждать. И что вы думаете об этом персонаже, как бы вклеенном в украинские события? Ну, я имею в виду, что он имел прямое отношение к тому, что сегодня происходит в Украине. Я слышал, это действительно сложная тема. Она вот исходя из предыдущего нашего вопроса, вы понимаете, почему это сложно говорить. Путинский мир замкнут, мы не знаем, что происходит. Ну, из Путина, очевидно, небольшой любитель вносить суразы, потому что, честно признаться, что там какой-то генерал ФСБ арестован, и бывший помощник президента арестован, это как бы нанести удар по себе. Он же боится, что его ядерный электорат скажет, подождите, так что же, Крамова прокралась? Скажем так, его ядерный электорат и так подозревает, что вокруг царя сидят какие-то плохие бояре. И если вот так вот их догадки подтвердить, так далеко может зайти. А может, и самому просто не хочется признаваться в том, что его так глупо обманывали и обворовывали. Потому что мне так кажется, что вся эта афера с Украиной, которая для 8 лет, это, конечно, колоссальная история воровства. Потому что не так давно в ФБК команда Навального среди множества расследований, было очень интересно расследование, что вот этот вот нелепый человек по фамилии Бородай, который возглавлял в 2014 году так называемый правительство, так называемый ДНР, оказался собственником ВИУ в Дубае. Учитывая, что вообще-то Бородай довольно жалкий персонаж, и явно во всей этой истории его роль была петрушки какого-то там, но то, что даже такой человек оказался по итогам собственника чего-то там в Дубае, заставляет надо задуматься, какие вообще деньги на всем этом дербанились, и какие деньги на все это ассигновались, расхищались, и если уж несчастный Бородай там украл себе на виллу в Дубае, то сколько же наборовали те, кто эти деньги распределяли. А можно себе представить, как весело шоу «Попил денег». Представьте себе, Крым захвачен, значит, Путин постоянно не любит Украину, и ты просто ходишь, и Путину постоянно рассказываешь, что Украина, значит, скоро рухнет, там все терпеть не могут, значит, свою власть, любят вас, дайте нам еще, не знаю, там, условно я шучу, там, 100 миллионов, и Украина окончательно развалится. Значит, Путин, конечно, выделяет деньги, они их чудесно все разворовывают, потом Путину приносят отчет, что Украина еще больше вас любит, и еще быстрее развалится. Просто они, очевидно, никогда не думали, что будет война. Ну, то есть, представьте себе, если бы ее не было, то ведь можно было и дальше этим заниматься годами просто, да, и тешить, как в известной сказке про Хаджуна Средина, который пообещался научить Асва говорить, да, значит, что и объяснял это тем, что за мешок золота, что неизвестно, кто раньше умрет, да, значит, я и Шак или вот тот Падишах, с которым он договорился. Я думаю, так рассуждал, возможно, Сурков и его команда, что мы будем бесконечно воровать деньги, значит, на Украине, а там что не случится. Или Украина сама развалится там после очередного Майдана, ну, в общем, они так могли полагать. Или Путин там ему это надоест, ну, в общем, что-нибудь произойдет. То, что Путин соберется воевать, явится вовсе оружие на укрытии и не обнаружат там ничего из того, что ему рисовали, значит, широкие мазками вот эти все господа, конечно, его должно было изумить. Это логично, да, то есть понятно, что ты шел, ехал буквально, так сказать, на парад в Киеве, обнаружил, что вообще там тебя никто не ждет. И вот этот вот жалкий клоун Зеленский, это я повторяю тезисы там из того темника, который, кстати говоря, был широко популярен в Украине, и буквально чуть ли не накануне войны продолжали публиковаться масса там колонок, историй про то, какой ужасный. И даже те люди, которые сегодня не вылезают с экранов, прославляя Зеленского, Гордон, Комаровский, участвовали в заговоре против Зеленского и обзывали его последними с вами и так далее. То есть, ну, какой-то жалкий клоун, что он убежит, наверное, там, при виде там первого танка, переезжающего в границу, и все у нас будет хорошо. Ничего этого не получилось, все не осынили неправильно, поэтому вполне логично, что Путин мог хотеть кого-нибудь за это дело и наказать. И вот этот вот генерал Беседа, который как раз занимался курированием вот этого все, он, конечно, был первой жертвой, про него, судя по всему, это действительно так и есть, что с ним все плохо, он там где-то сидит, дает показания. Насчет Суркова непонятно, но из-за того, что Сурков нигде ничего не комментирует, вполне можно допустить, что с ним тоже какие-то проблемы, потому что новость это все распространил, господин Пономарев Илья, который, в общем-то, живет в Киеве, то есть едва ли, конечно, ему в Киев докладывают о последних новостях из Москвы, но учитывая, что Илья Пономарев выходец из, в общем-то, простых кругов московских, прямо скажем, из мажорных московских кругов, у него, конечно, есть какие-то широкие личные связи, не политические, может быть, не коммерческие, а какие-то люди, которых он там знает с рождения, там где-то еще, и они могли ему действительно передать весточку о том, что надо же, и я так понимаю, что он и сам, возможно, был когда-то знаком с Сурковым, вот он мог по какому-то такому сарафанному радио узнать пренеприятие, что Вячеслав Юрьевич сидит под домашним арестом и ему предъявляют претензии на предмет того, что обманывал государя-император. Такое очень даже может быть. Я подозреваю, что ни один Шойгу сейчас такого, в смысле, вот я стал Шойгу, ни один ни один Сурков в таком положении, возможно, допустим, есть какие-то претензии и по военной части, что тоже логично по той же самой истории. Мы же все знаем, кто такие военные. Это люди, которые меньше всего хотят воевать, а больше всего хотят закупать на склады что-нибудь, что никогда не пригодится. Это же так прекрасно годами что-нибудь закупать на склады, а это все будет там лежать вечно, потом это все спишется, ни разу не будучи употреблено, и все будут счастливы. А тут выяснилось, что война, и все, что лежит на складах, пришлось срочно тут доставать, куда-то везти, стрелять и ехать, и выяснилось, что что-то не стреляет, не едет, чего-то не хватает, что-то разваливается Central página · И так далее, и так далее. Я думаю, по военной части тоже могут претензии. И исчезновение из голубых экранов фельдмаршала Шойгу, так сказать, оно, в общем, тоже как-то наводит на мысль, что, возможно, или он перестал нравиться Путину, а может быть и он, будучи, в общем, человеком, на самом деле, довольно давно живущим в политике, он мог сказать, слушайте, это же вы меня назначили министр обороны. Я-то что вообще? Я никакой оборонной никогда в жизни не занимался. Я по образованию инженер, умею играть на гитаре. И так вот и сделал себе карьеру. А что вот мне хотите? Как, знаете, в советском анекдоте, да, я не сварщик, не настоящий сварщик, я просто маску надел. Путин самого заставил быть военным министром. Вот если бы я была на месте Шойгу, я пришел к нему и сказал, слушайте, Вадим Ильич, все очень хорошо, конечно. Я был готов ходить в мундире, на парад, это все супер. В тайгу с вами ходить. Но я не умею воевать, знаете, не обучен, не знаю, как все это делается. Поэтому если вам хочется вот прям воевать, вы, пожалуйста, найдите какого-нибудь вот специального человека, который умеет. А я, пожалуй, вот одену снова пиджачок, что последний раз на Шойгу явился в гражданской одежде. И будут, значит, вот тихонечко сидеть и ждать, чем все кончится, потому что ничего умного я вам сказать не могу. И этот генеральный начальник штаба Герасимов тоже куда-то как-то его больше не показывает. Возможно, потому что его гениальный план провалился, и теперь Путину приходится всем рассказывать, вот сегодня он рассказывал, что все идет по плану. Очевидно, такой был закалористый план, 47 дней, значит, барахтаться, значит, вот в Украине, насиловать людей, воровать стиральные машинки, значит, дойти до Киева, уйти из-под Киева. Но он сегодня сказал, что это специально, чтобы они силы отвлекать. Ну, это, конечно, традиционная риторика, проигрывающая в темпе армии. Про это есть масса стихов осталось сатирических со Второй мировой войны, что это фронт мы сокращаем, там, сонитесь-ка туда и так далее. Вот такое состояние маршака, укоротишь, не воротишь, называлось. И, в общем, здесь, в пример, то же самое. Поэтому очень может быть, мы можем только гадать, потому что путинская система непрозрачна абсолютно, и она напоминает какой-то замкнутый двор, и кого он там, с кого он там срывает погоны, кого он там к сердцу прижимает, мы знать не знаем. Узнаем только потом, будем удивлены, я думаю. Федор, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, и вернемся через пару минут. Оставайтесь с нами, мы продолжим нашу беседу. Спасибо. Мы возвращаемся в программу политноформания радиостанции «Народная волна Чикаго». Ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. И мы продолжаем очень интересную беседу с российским политологом, а публицистом и журналистом Федором Крашенинником. Федор, вы с нами? Да, я с вами. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Это у нас, у нас добрый день. Спасибо, что вы с нами. Федор, есть такое понятие дипломатия Риббентропа. Сейчас российских дипломатов, если так образно говорить, пачками высылают из Европы. Гонят, просто гонят. Как бы вы объяснили эту ситуацию и ваше мнение о Сергея Лаврове, как о министра иностранных дел? Ну, это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, конечно, многие меры, предпринимаемые сейчас, они очень больно бьют совсем не туда, куда надо. Например, очень многие люди в России не могут получить визы и не могут никуда выехать. Это большая проблема. Но это издержки, очевидно, которые неизбежны в этом смысле. И, в общем, наверное, все должны немножко страдать. А кто-то им много за то, что вот как-то так все сложилось. Никто не обещал, что будет легко. Что касается вообще российской современной дипломатии, то, конечно, она находится в очень плохом состоянии. Мы видим этих людей, этих хамов, которые, опять же, все превратились в каких-то пропагандистов. И я, ну, мне присылают какие-то ссылки на страницы российских посольств. В Америке нет, консульс там до вас все и позакрывали, вот в Европе. Там, конечно, целый паноптикум. Например, там выходит какая-нибудь статья в швейцарской газете в ответ. Посол России в Швейцарии катает какую-то телегу, где, значит, там, значит, выступает буквально с какой-то... Ну, просто публицистикой трескучей, там, излагая партийные какие-то воздумки, да. И этим они все примерно занимаются. То есть, там, послиха в Болгарии, значит, поссорилась со всем болгарским народом. Что-то она там наговорила им плохого, обидного и так далее, так далее. То есть, послы соревнуются, кто по-хамски себя поведет к принимающей стороне, кто выскажется максимально, значит, там, жестко. Ну, и тон, конечно, задает сам Лавров и его вот эта вот вертлявая дамочка, которая при нем там состоит, госпожа Захарова. Это, конечно, удивительно для всех тех, кто знал Лаврова раньше. В шоке, конечно, и Козыря, бывший неистер странных дел, с которым много лет был заместителем. Можно посмотреть его интервью, где он, в общем, по этому поводу говорит. Но я думаю, что это деградация. Потому что фон Риббентров, как мы знаем, был торговцем с винами и оказался на дипломатической службе случайно, потому что его Гитлера-то назначил. И его роль, так сказать, была жалка всегда. Он был плохим дипломатом. И от него никакой дипломатии не требуется. Потому что какая дипломатия в Третьем Рейхе, когда они со всеми переругались и стали воевать. В последние годы он там сидел в Берлине и гавкал, значит, ну, не знаю, что он там делал. Занимался пропагандой чуть-то. И был малозначительной фигурой. Вот Лавров – это человек, который от того, собственно, Риббентропа возглавляли дипломатию все-таки какие-то дипломаты. Фон Эйр, это еще другие люди, которые, ну, в общем, пытались как-то, очевидно, смягчать вот этот гитлеровский напор и мешали ему, очевидно, своими староследствами манерами. Вот Лавров – это человек, который смог сам себя переломать из какого-то, ну, в общем-то, дипломата советской школы. Советские дипломаты тоже, конечно, были, может быть, не какие-то там циррих манерных, что называется, не какие-нибудь там староследские помещики. Но в целом такого хамства и такого безобразного поведения, разнуданного, как сейчас изображает себя путинская дипломатия, мы, конечно, не помним от советских дипломатов. Они всегда были сдержаны, строгие, покер-фейс какой-то, значит, и вот это вот никакой публицистики, да, но там исключительный случай. А Лавров, вот он смог пройти полный круг и превратиться из, в общем-то, вполне, так сказать, благополучного и обычного дипломата, вполне, так сказать, понятного Запада, в какую-то истеричного пропагандиста, который ведет себя так, как будто он в 90-е годы не в ООН работал, а, не знаю, там, в какой-то фашистской партии подпольной, значит, зиговал там где-то, значит, и боролся за возрождение Великой России, и тут вот, значит, на баррикадах стоял, тут дорвался и, наконец-то, возрождает. Очень смешно, потому что и он, и Путин крайне комичны вот в роли таких вот идейных борцов за там возрождение советского величинства, потому что их надо прежде всего спрашивать, а где вы были в 90-е годы, то вы что, стояли, вот если Жириновский мог бить себя пяткой в грудь, вспомнил последний раз и кричать, я и в 90-е годы это говорил, и тут шум не откажешь, то что-то я не помню, чтобы рядом с Жириновским стояли там в 90-е годы Путин и Лавров, например, и говорили, да, возродим Советский Союз, давайте бомбить Америку и так далее, что-то тогда они другое говорили. Но Лавров это человек, который, очевидно, в силу своего карьеризма, продажности, и вот там, опять же, про него были расследования, про его коррупцию, человек, который просто, ну вот, настолько растлился и извратился, что превратился в такое вот визгливое, крикливое существо, которое, конечно, менее всего попоминает такого вот, ну, вообще, министра иностранных дел в России, он не должен так выглядеть. Но это просто говорит о том, что его роль ничтожна. Ведь проблема вообще современной дипломатии в том, что дипломатия вся сформировалась в старой эпохе, когда не было средств связи, когда там один глава государства не мог позвонить другому, и все это делалось там по сложной схеме. Посол получал какие-то инструкции, что-то кому-то рассказывал, отписывался в столицу, вообще вот эти вот все. Посол был важной фигуры. Сейчас, конечно, все смешно, посол не такая уж важная фигура, да и министр странных дел тоже. Вот канцлер Австрии сел в самолет, прилетел к Путину и сам с ним поговорил. Ни министр странных дел Австрии, ни министр странных дел России, как бы оказались ненужны в этой ситуации. Просто канцлер Австрии сам пролетел, посмотрел в глаза Путину, вышел и сказал, поговорили, очень плохо поговорили, очень грустно, и улетел. Да, и в общем Макрон тоже сам названивает Путину, когда ему хочется поговорить, ничуть не привлекая к этому делу ни своего министра странных дел, ни путинского. Поэтому Лавров это человек, который пытается быть, очевидно, услужить Путину, и поэтому он постоянно бежит, кричит, делает какие-то заявления и так далее. Но в реальности, конечно, он совершенно не влияет на ничего. Скорее всего, он не участвует в принятии решений. Скорее всего, Путин просто ставит его перед фактом и говорит ему, вот сейчас так надо делать. И он бежит исполнять. То есть по фактическому своему положению дел Авров сейчас это просто такой крупный, крупного масштаба пропагандист формата Соловьева-Киселева, который когда надо, его показывают в телевизоре, и он говорит, я министр странных дел, мы их там всех разбомбим, поставим, они не смеют, мы там докажем. Ну, то есть по сути занимается просто пропагандой, а не тем, чем должен заниматься министр иностранных дел. Да и какие у нас, Россия поругалась со всеми. Вот такого провала в дипломатии, наверное, не было со времен, может быть, революции, когда большевики сознательно со всеми разругались, ну и с ними все разругались. И, может быть, там со времен Крымской войны, когда Николай Павлович там со всеми тоже зачем-то разругался и остался один на девушке. Ну, вот они заслуги Аврова. То есть это министр андреа России, который ввел Россию в полную изоляцию, и, ну, там, кроме какого-то сомнительной дружбы с Китаем и еще парочки каких-то дружочков, друзей за деньги, скажем так, никого у России не осталось. Это очень грустно. Это приговор Аврову как профессионалу, как дипломату, как вообще личности, я так понимаю. На прошлой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал интервью британскому каналу Sky News. И, то есть, многое там было пропущено, но все обратили внимание на его ответ о том, что Россия понесла значительные потери в этой войне, что это трагедия для нас. А и я обратил внимание на то, что в воскресной передаче Соловьева, не называя фамилию Пескова, пропагандисты, вот эти вот друзья Соловьева, мочили, ну, употребим, естественно, вот это вот путинское слово мочить, а мочили путинского пресс-секретаря, говоря о том, что вот там где-то наверху кто-то неправильно думает. Что вы думаете по поводу Пескова, то, как он вот все это озвучивает, почему он это озвучивает, и вообще отношение к нему как пресс-секретарю? Отношение к нему как пресс-секретарю в свое время выразил Путин, который как-то комментируя какие-то ответы Пескова сказал, что он несет всякую ерунду и, в общем, дал понять, что слова Пескова можно воспринимать серьезно, когда надо, а когда надо, можно и не воспринимать серьезно. В этом смысле Песков – это тоже человек формата примерно Лаврова. Хотя, судя по тому, как его стало в последнее время много, вообще не должно быть такого, что присчитать к президенту, был специалистом по всем вопросам. А Песков в последнее время просто комментирует все подряд и буквально каждый день выступает с какими-то очень подробными разъяснениями по разным поводам. Я думаю, что он не сам это делает. Путин бы не такой человек, чтобы он мог в таком высоком звании выступать, не спрашивая разрешения. Поэтому я думаю, что все-таки он, конечно, тоже выступает в роли человека, который передает мысли и слова Путина, пересказывает их своими словами. Другое дело, что вот как раз-таки Соловьев, я думаю, и прочие пропагандисты, они, конечно, с Путиным общаются не напрямую. В лучшем случае им устраивают какие-то брифинги, сообщают какие-то темники, и они их транслируют. Поэтому, конечно, у них позиция радикальнее. А может быть, это такая путинская игра, чтобы показать, что он еще не самый худший вариант. Посмотрите, у нас же есть Ястреба. Люди, которые... Послушайте Кадырова, послушайте Соловьева. И посмотрите, какой я спокойный, уравновешенный Вадимир Владимирович Путин, как бы предлагает он Западу. Но это, конечно, смешно выглядит. Потому что, если, допустим, это была какая-то... Ну, мы понимали, что в стране существует демократия, и вот эти люди, каждый из себя что-то представляет, какая-то партийная коалиция, и так далее, еще позже было понять. Но это, знаете, какой-то кукольный театр. То есть, Путин просто часть своих марионеток назначил ястребыми, и они с утра до вечера кричат, мы там пойдем на Киев, и ядерными бомбами закидаем Америку. А какая-то часть, значит, она, типа, изображает более покладистых персонажей и прощупывает, значит, вот... Ну, вот видеть, не все бы такие. Можно договориться. Вот, видите, там есть Мединский, еще какие-то эти люди. Тоже Мединский не выглядит уж прям каким-то совсем добрым человеком. Но, опять же, на фоне вот этих всех воплей и криков, которые раздаются, и Мединский, возможно, уже теперь не кажется таким страшным человеком. То есть, Путин играет. И так как он один, и все прекрасно понимают, что все решения принимает он, а ему не хочется быть однозначным, хочется постоянно менять свою позицию, иметь пространство для маневра, ну, вот он применяет такую схему, что своих придворных делит на какие-то вот фракции, очевидно, и, может, они, сами этого не понимая, искренне думают, что он там... Почему нам с утра сказали говорить одно, а Песков говорит другое? Наверное, он не прав. Плюс, давайте не будем забывать, что, как и во всех таких запнутых системах тоталитарных, грызня за власть. Опять же, вспоминая там того же последней недели Гитлера, нам кажется, что что там делить, то уже было понятно, что война проиграна. А там шла интриги, люди продолжали делить там посты, медали какие-то, награды, премии. Они же не верили, что все это завтра кончится. Они продолжали интриговать друг против друга, рвать друг у друга власть, они же там какое-то правительство сформировали после его смерти. То есть, я думаю, что, если идет какая-то борьба партии при дворе Путина, то борьба идет все за то же самое. За доступ к телу, за ресурсы, за, так сказать, за будущее. Просто одни думают, что если они будут очень радикальными, они понравятся Путину, а другие, значит, ну, возможно, озвучивают какие-то более осторожные мысли Путина. Но я не думаю, что из этого следуют какие-то выводы. Безусловно, Песков – это человек очень близкий к Путину, и если бы он что-то начал делать не то, он бы очень быстро перестал быть пришитарем, я думаю. Вот и все. Федор, две недели назад посол Украины в Германии Мельник корректно, но довольно резко высказался в отношении президента Германии Вальтера Штанмайера. Сегодня стало известно, что Владимир Зеленский отказался встречаться в Киеве с президентом Германии. Как бы вы могли прокомментировать отношение к Штанмайеру официального Киева? Ну, я не очень поддерживаю, на самом деле, вот эту вот резкость, потому что мне кажется, что Украина все-таки сейчас не в том состоянии, чтобы пытаться так вот себя вести. Ей надо собрать вокруг себя как можно большую коалицию, и Германия уже сейчас делает гораздо больше, чем от нее можно было ожидать. И, зная очень хорошо, следя много лет за немецкой политикой, я понимаю, каких усилий и трудов стоит немецкой элите сейчас вот так вот изменить свое отношение к России, к Путину, поддерживать вот эти все жесткие меры. Для Германии это колоссальный удар, колоссальная нагрузка, это колоссальное изменение всей расстановки сил вообще внутри страны. И Франк Вальтер Штанмайер – это человек, который очень тоже многое вложил в отношении с Россией, и он не так давно на днях тоже признал свои ошибки, что то, что не так часто бывает, вообще в России такого никогда не бывает, а вот в Германии бывает, что президент Германии говорит, знаете, вот я когда был министр странных дел, очень сильно ошибался, да? Но вообще надо сказать, что президент Германии в Германии никакой роли особо и не играет, это довольно церемониальная фигура, и, честно сказать, то, что вот его так наказывает Зеленский, ну, не знаю, мне кажется, зря. Наоборот, надо было как-то послушать его, так сказать, объяснения из первых уст и так далее. Но, возможно, Зеленский действительно ему виднее сейчас, потому что он сейчас герой, и, наверное, да, почему с другой стороны он должен делать вид, что ему приятно общаться с человеком, который там что-то там раньше Путина за ручку водил и говорил, да он нормальный парень, давайте с ним будем дружить и так далее. Наверное, сейчас наступает какое-то обновление международных отношений, и пришло время, когда все наконец могут всем сказать, а вы вот зачем Путина раньше любили так сильно, да? Я думаю, что и в Америке тоже эхо этого скандала там долетает, и все те, кто там сейчас когда-то отмечался на ниве лоббизма Путина, лоббизма России, они сейчас находятся в довольно неприятном положении, им сейчас, ну, понятно, что есть и украинская очень мощная лобби, которая сейчас, конечно, решает и свои задачи, и, в общем, правильно делает, почему нет, и всех тех, кто стоял на каких-то или пропутинских, или даже просто пророссийских каких-то в широком смысле слова позициях, вот их сейчас, конечно, всех выносят из власти и припоминают им все былые вещи. Я не считаю, что это очень правильно, я не считаю, что Запад должен разругаться с Россией раз и навсегда, в конце концов никуда она не денется, может изменится, станет лучше, но у украинцев сейчас такая политика, и их тоже можно понять, что надо выжимать из всего максимум пользы для себя, и, в частности, вот они Германию заставляют быть очень радикальной и быть очень проукраинской, что, повторюсь, для Германии довольно серьезный стресс для политической элиты Германии. Сегодня Александр Лукашенко приехал в Россию, приехал на космодром Восточный, и встретиться с президентом Путином, смотрелось это как встреча великого московского князя с таким маленьким князьком или генерал-губернатором определенной территории. Что вы думаете по этому поводу, почему именно сегодня Лукашенко приехал именно на Дальний Восток, вот туда, в дальний угол России? Я думаю, что Лукашенко, как вы правильно заметили, находится в униженном давно уже, он давно уже не решен субъектности какой-то, это такая просто жалкая, действительно, ничтожная личность, которая проиграла все, что можно, полностью зависим от Путина, и, скорее всего, он просто постоянно просится на новую встречу с Путиным, он просит денег, клянчит их, а чтобы ему дали деньги, он должен как-то лебезить, представать предсветлые очи, и, очевидно, просто у Путина была запланирована какая-то вот эта поездка, и Лукашенко, очевидно, сказали, ну, раз ты уж так хочешь, то, ну, приезжай на Дальний Восток. И он, конечно, радостный побежал на Дальний Восток. Я, в общем-то, вспомнил, был известный какой-то эпизод, когда Хрущев приехал к Мао Цзюдуну, а тот купался в бассейне, то есть, вот так он его унизил, что, значит, Хрущев ходил по бортику, а Мао Цзюдун, значит, там плавал в бассейне, и что-то ему рассказывал, значит, свое видение мира, ну, то есть, это было такое, а когда Мао Цзюдун к Сталину приезжал, Сталин его там чуть ли не полдня вообще держал в приемной, например, да, то есть, это какие-то ритуальные такие унижения, вот, очевидно, Путин мастер этих всех опозданий, ритуальных унижений, вот он так унизил младшего партнера по коалиции, сказал, ну, я тут полечу на Дальний Восток, а ты давай-ка тоже туда, вот, прилетай, и там между делом, между, так сказать, обсуждениями космических программ, там твои делишки тоже порешаем, что ты там хотел, послушаем тебя, ну, заодно ты еще скажешь массу каких-нибудь глупостей, там, и верноподаннических каких-то, вот, издашь, так сказать, вопли, криков, и еще опозоришься дальше, ну, я так это вижу, все, конечно, это Лукашенко сейчас это какое-то, вот, даже не знаю, что, с чем сравнить, наверное, ему самому от этого не очень радостно, ему уже некуда деваться, он уже продал все, что можно, отнес в путинский ломбард уже все, что можно было отнести, очевидно, вот, сейчас доносит туда остатки своего самоуважения и суверенитета Беларуси. Федор, у нас буквально три минуты, вопросов много, а времени мало, к сожалению. Если коротко, санкции в отношении России работают, ли санкции в отношении России, и многие экономисты, и в том числе политологи говорят о том, что 2-3 месяца у России есть на то, чтобы, как бы, более-менее существовать. Ваше мнение по этому поводу? Стоит переоценивать санкции, тяжелое положение в России, я постоянно общаюсь с Россией, не так, что там все плохо, как вообще многим хотелось бы думать, то есть, там нет пустых прилавков, в общем-то, люди имеют возможность купить необходимый набор продуктов. К сожалению, без военного поражения путинский режим не рухнет. Вот, вот, что я должен сказать. Без военного поражения, очевидного военного поражения, то есть, занятие освобождения украинцами Донецка, Луганска, может, даже и Крыма, никакого украшения режима не будет, потому что, а тем более, если Путину удастся зафиксировать какую-то победу, ну, расширение соизонной контроли в Украине, заставить украинцев подписать мирный договор и так далее, то, к сожалению, вот эта тяжелая экономическая ситуация не изменит ничего. Мы знаем прекрасно ситуацию, когда люди годами, десятилетиями жили в ситуации голода и террора, и ничего с ними не происходило, и в той же Украине был голодомор, это никаких восстаний не было, потому что голодные люди вообще обычно не сильно склонны восставать, они о другом думают. Поэтому, к сожалению, без военного поражения, сами по себе санкции не удушат путинский режим, или это будет так нескоро, что об этом сейчас даже неинтересно говорить, потому что, к сожалению, чисто экономическими мерами добиться ухода какого-то политика не удастся. Должно быть комплексное какое-то давление, комплексная работа, а в ситуации войны, повторюсь, военное поражение. Федор, в конце передачи в последнее время мы задаем вопрос. Так куда же плывет российский корабль? Я думаю, что российский корабль плывет в катастрофе, которая его ждет. Это очень страшно, потому что у меня там родители, там очень много близких мне людей, я вообще не сторонник того, чтобы желать России плохого, я бы хотел там вернуться, потому что я уехал вынужденно, недобровольно. Но, к сожалению, сейчас я вижу, что на всех порах под звуки оркестра Путин ведет этот корабль в столкновение с огромным страшным айсбергом, и что после этого останется, и в каком виде люди будут, и будет этот корабль, и что будет самое главное с людьми, я не знаю. Надеюсь, что все-таки это не будет такая страшная катастрофа, как она может быть в худшем случае. Федор, огромное вам спасибо за это замечательное интервью. Мы желаем вам здоровья, вашей семье, вам, вашим родителям. Пусть все в вашей жизни будет замечательно и красиво, и надеемся, что мы еще поговорим с вами. Спасибо вам большое. Благополучия и удачи. Спасибо, Федор. Спасибо и вашим слушателям. Всего хорошего. До свидания. Было очень интересно с вами пообщаться. Спасибо большое.